Всем привет! Сегодня в этом выпуске покажу простой и эффективный способ защиты дна автомобиля внутри салона. Итак, погнали! Мало кто знает, что днище внутри салона любого автомобиля необходимо обрабатывать и защищать от коррозии. Ведь пол салона подвержен коррозии, как и другие элементы кузова. Протечки заглушек, мокрая обувь, одежда, перепады температуры и конденсат со временем делают свое грязное дело. Образовывается ржавчина и дно автомобиля сгнивает. А старая заводская шумоизоляция, которая есть даже на бюджетных авто, как специально только усугубляет положение. Это покрытие очень быстро дубеет, от вибрации отходит от металла и туда попадает влага или конденсат. И соответственно это дело начинает активно ржаветь. Вот прекрасно видно на этом примере. Под этим покрытием все в ржавчине. И как итог, моей новокупленной бэушной машине требуются сварочные работы. После того, как разобрали салон, удаляем заводское покрытие пневмозубилом или обычным зубилом и молотком. Ну или обычной широкой отверткой или стамеской. Если вскрылись дыры, то конечно же латаем их. После чего всю ржавчину и поверхность зачищаем. А если заводской шовный герметик отстал от металла, счищаем его тоже. После чего все пылесосим и убираем всю грязь. Затем берем нейтральный преобразователь ржавчины, который не нужно смывать, так как он не кислотный, и тщательно им пробрызгиваем все щели и дно салона. Там, где была ржавчина, ее не станет. Этот преобразователь я показывал в выпуске с тестами преобразователей. Если интересно, посмотрите. И вот в таком состоянии пол салона желательно ставить на ночь, чтобы состав хорошо пропитал ржавчину и остановил ее. На весь пол я потратил пол-литра средства. И вот спустя ночь ржавчины как и не бывало. А эти рыжие вкрапления это остатки преобразователя, которые лучше счистить. После чего убираем провода и заклеиваем панель и педальный узел в том числе. Затем все хорошенько обезжириваем. И вот теперь все готово к дальнейшей работе и можно начинать защищать дно салона. Берем эпоксидный грунт, именно двухкомпонентный. И смешиваем его с отвердителем 4 к 1. То есть 4 части грунта и 1 часть отвердителя. Для удобства рекомендую купить одноразовый мерный стаканчик, так как тут все метки уже для смешивания есть. Да и стоит он 50 рублей. Наливаем грунт по метке А. А затем отвердитель по метке Б. А вот сейчас метки стали лучше видны на камеру. Я навел 300 грамм грунта, так как буду наносить его краскопультом. С дюзой кстати полтора. Но если у вас нет компрессора и краскопульта, то можно грунт нанести и кистью. Только учитывайте, что расход будет больше и сохнуть тоже будет дольше. Давление двушка. На компрессор ставлю два влагоотделителя. Подсоединяем пистолет и грунтуем. Ну вот осталось еще грамм 150. Как раз хватит на второй слой. Подсушиваем и наносим. Эпоксидный грунт отлично заполняет все поры. Отлично держится и эластичный. Тем самым мы запечатываем металл и не даем ему контактировать с влагой и воздухом. Итак, все готово к финальному нанесению. Но я после грунтовки прошелся еще кистевым шовным герметиком и дал ему полностью высохнуть, так как проводил сварочную работу. Если вы делали так же или случайно счистили старый герметик, то тоже обработайте все стыки и сварные швы шовным герметиком. Я прошелся изнутри и соответственно снаружи тоже загрунтовал и нанес шовный герметик. Еще раз все обезжириваем и будем наносить вот такую антикоррозийную мастику. Вот так она выглядит. Ее фишка в том, что она не воняет и что у нее есть ингибиторы коррозии. Наносить ее можно и кистью, но я буду наносить ее гравитекс пистолетом, так как у меня есть компрессор. Гравитекс пистолет у меня самый обычный, соплом где-то 6-8 мм. Перед нанесением взбалтываем. Кстати, если вы мастику будете наносить кистью, то межслойную выдержку нужно увеличивать. То есть, если при нанесении пистолетом нужно между слоями ждать 30-60 минут, то при нанесении кистью межслойную выдержку нужно увеличивать, так что учитывайте это. Давление вообще для нанесения 6-8 килограмм и я поставлю 7. Все готово к нанесению. Ну вот такая красота получается. И на одну сторону в один слой ушла одна банка мастики. Вторая сторона тоже готова. Ждем подсыхания и наносим второй слой. Что ж, готово. Итого, на днище салона всего ушло 4 литровых баллона этой мастики. Преимуществом такого покрытия является отличная сопротивляемость коррозии, шумо- и виброизоляция, эластичность, ну и конечно же отсутствие запаха. Таким способом я обрабатываю уже не первую машину. И этот способ показал себя отлично. А справиться с такой обработкой абсолютно каждый, даже если нет компрессора и оборудования. А пока салон разобран, имеет смысл провести антикоррозийную обработку скрытых полостей, лонжеронов, в том числе порогов и т.д. А вот чем это лучше всего делать, я покажу в одном из следующих выпусков. Такого вы еще точно не видели, так что подписывайтесь. А у меня на этом все. Всем удачи и добра. Пока.